Всем привет! Меня зовут Светлана и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я вам рассказываю, как самостоятельно снять себя порчу. Предположим, что у вас не налаживается никак личная жизнь. И не только у вас, и у братьев, и у сестер, если таковые имеются. Да и родители ваши прожили свой век далеко не в мире и в согласии. И ваш дед с бабкой, и родители, и их родители. Но вы это все знаете. Вы должны знать свой род. Семейные легенды хранят немало тайн и загадок. Как снять родовое проклятие самостоятельно, если связано оно с неудачами, влюбленностями, невозможностью родить ребенка и прочими неприясностями частного характера. Давайте мы попробуем с вами вот такой вот эффективный способ. Значит, вы должны найти церковь, которая очень-очень старая, которая работала даже в советское время, никогда не закрывалась. Вот это самое главное, чтобы это была старая церковь и не закрывавшаяся в годы советской власти. Там вы должны зайти, зажечь поминальные свечи всем усопшим родным. То есть, каждому поименно вы называете, ставите каждому свою свечу. Кого знаете поименно? Поэтому предварительно можете у мамы, у бабушки, у кого-то спросить всех поименно. С двух сторон. С отцовской стороны, с материнской стороны. И примечайте, значит, с чьим именем свеча начинает трещать. Вот ставите за одного. Смотрите, она вся начинает гореть, ровно горит. Значит, с этим человеком все было нормально. А вот с другим поставили свечку, она начинает трещать, начинает коптить. Значит, тот человек навлек несчастье на весь род каким-то образом. Когда свечи сгорят более чем наполовину, возьмите еще одну свечу и поставьте ее перед иконой святого Николая. И начинайте молиться. Молитесь святому Николаю. Возьмите в интернете очень много молитв. Возьмите любую молитву святому Николаю, чтобы навек был снят. И вот между молитвами твердите следующие слова. Пусть и мои грехи сгорят. Дай им покой, Господи. Спаси, сохрани, помилуй. Благодарю Тебя, мой Господь. Вот такие слова вы должны говорить между молитвами. Нужно подождать, чтобы догорела свеча. На треть. Вот одна треть. Две трети еще длинной свечи остается. Дальше заказать сорока уст. Вот как одна треть свечи сгорела. Все, идите, заказывайте сорока уст. И молебен по всем покойным родственникам. По всем. Вот так вот снять можно проклятие, одиночество, не прибегая к кладбищенской магии. А это все можно сделать в церкви. Я надеюсь, вам этот ритуал понравился. Многие из вас им, возможно, воспользуются. Пишите мне в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть на моем канале. Всех вас очень-очень люблю. И желаю вам всего самого наилучшего в мире.